Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие любители Павловска, любители прекрасного. Сегодня мы начинаем серию репортажей, посвященных шедеврам коллекции Павловского дворца-музея. Если говорить о Павловске, то мы сразу же все-таки вспомним о том, что Павловск с его коллекциями является шедевром не только русского, европейского, но и мирового искусства. И здесь все вместе сосредоточено и взаимосвязано. Каждый интерьер и каждый предмет, находящийся в интерьере, имеет свое историческое место и свою историю. Пожалуй, только в Павловске таким образом сохранилось, что большинство предметов здесь находятся на том месте, когда они были еще при императрице Марии Федоровне. И, конечно же, начать нам хочется именно с парадной спальни. Парадная спальня – это, пожалуй, визитная карточка Павловского дворца. Здесь от паркета, плафона, предметов декоративно-прикладного искусства все является шедевром. И шедевром не только каждый предмет, но и все вместе. Северский фарфоровый сервиз. Это чудо хранится в Павловске. Техника, в которой изготовлен этот фарфоровый сервиз, применялась на северской фарфоровой мануфактуре всего лишь 4 года. И главным гарнитуром, который был выполнен в этой технике, является сервиз, который был подарен Павлу Петровичу и Марии Федоровне в Париже от имени Людовика XVI и его супруги Марии Антуанетты. В 1782 году, 12 июня, во время путешествия по Европе, под именем графа и графини Северных, Павла Петровича и Мария Федоровна посещают северскую фарфоровую мануфактуру. Павла Петровича интересовала не только художественная сторона, но и процесс изготовления фарфора, нюансы, росписи и так далее. Осматривая производство, в конце их провели в специальную комнату, которая служила как бы магазином, и где выставлены были образцы, которые можно было и приобретать. Там Мария Федоровна увидела вот этот вот сервиз. Это действительно дамский туалетный сервиз, состоящий из множества предметов. Кстати, для изготовления вот этой техники на кладной эмали был предложен мастер Кокто, который, как свидетельствуют документы, попросил достаточно высокую оплату своей работы, и который, как писали тоже современники, обладал ужасным характером. И одной из причин непродления с ним контракта был и его характер, и его запросы. Но, тем не менее, действительно техника уникальная и редкая, это когда берется маленький кусочек золота, и на него накладываются цветные эмали. Поражает обилие различных предметов, которые для нас сегодня могут быть совершенно неизвестны по своей функциональности. Это начиная от плевательницы для жевания табака, продолжая, допустим, специальной ладьей для промывания глаз, мушечницами, табакерками, огромными пудреницами, стаканами и так далее. Павел Петрович и Мария Федоровна действительно сделали огромное количество покупок и потратили огромную сумму денег. В русском посольстве была устроена специальная выставка, которая была открыта три дня, куда стояла огромная очередь из парижан для того, чтобы посмотреть, что наследник русского престола приобрел во Франции. Но причем сотрудники русского посольства тогда предусмотрительно еще перед каждым экспонатом, перед каждым предметом, который приобрели Павел Петрович и Мария Федоровна, поставили еще табличку со стоимости, чтобы было понятно, сколько стоило и сколько наследник престола потратил на приобретение этих предметов. Но, кстати говоря, здесь следует вспомнить еще о том, что, как писал Соблуков, Екатерина II, отправляя наследника престола в путешествие по Европе, напутствовала его, что во время путешествия вы можете тратить денег столько, сколько захотите, но для того, чтобы показать, насколько Россия образована, насколько Россия богата. И, как мы видим, Павел Петрович и Мария Федоровна действительно воспользовались этим достойно, и кроме каких-то деталей даже, которые присутствуют в этом сервизе, например, были приобретены уникальные редкие здесь же присутствующие амфоровидные вазы. Эта ваза действительно редчайшая. Она демонстрирует нам широту возможностей северской фарфоровой мануфактуры на конец XVIII века. Ваза в форме античной амфоры, оправленная в золоченую бронзу и стоящая на мраморном небольшом пьедестале. Следует сказать, что аналогов подобной вазы в коллекциях мира пока еще не выявлено. Похоже, что это действительно уникальный экземпляр, который находится в Павловске. Эти вазы теперь, вот с начала XXI века, стоят на своих еще также подлинных мраморных пьедесталах. Дело в том, что во время войны, естественно, многие тяжелые предметы, как мраморные пьедесталы, не были эвакуированы. И вот в послевоенный период сотрудниками были организованы специальный фонд фрагментов. И вот уже разбирая эти фрагменты, я вместе с нашими научными сотрудниками все-таки подобрали из кусочков и составили эти два пьедестала. И в результате у нас целый комплекс XVIII века появился, то есть ваза на своем подлинном пьедестале, что для российских дворцовых ансамблей, которые сильно пострадали во время войны, достаточно редко. Что касается еще самого сервиза, то он установлен на столе о восьми ножках. Этот стол был специально также изготовлен для этого сервиза. Но, по-видимому, уже позже в России для большей надежности появились две тумбы, которые укрепили эту конструкцию. Это уникальный из уникальных сервизов. И об его уникальности говорит и то, что Мария Федоровна им никогда не пользовалась. И то, что во время Великой Отечественной войны он был эвакуирован в Новосибирск под номером один. Субтитры создавал DimaTorzok